Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать в новое видео. В последнее время у нас не так много обычных видео на канале, очень много стримов, титульные вторники, матчи по пятницам, все с поддержкой нашего спонсора Central Park Tower. И очень много всего происходит, разыгрываем футболки на матчах, играем с разными стримерами, делаем классный контент, но сейчас пора записать и обычное видео на канал, потому что это, друзья, ответ на самый популярный вопрос на наших стримах, ну особенно стримах титульного вторника, и вопрос этот, какое твое лучшее выступление на титульном вторнике? Разные вопросы задают, но это самые частые, друзья, и я, конечно, отвечаю на этот вопрос, но и в данном видео я отвечу всем на этот вопрос, по крайней мере, на данный момент я вам покажу свое лучшее выступление, друзья, мой лучший титульный вторник. Итак, поехали! Итак, дорогие друзья, мой лучший титульный вторник был сыгран в феврале этого года, по-моему, 21-го числа, и в нем я занял восьмое место, по-моему, я разделил с третьего по девятое, с третьего по десятое, и занял по итогу восьмое место, я набрал 9 очков из 11, стоит отметить, кстати, не знаю, это хорошо для меня или плохо, но на самом деле я набрал 9 из 10, потому что первый тур я пропустил, я помню, пытался настроить ОБС тогда, я еще был таким прям самым свежим стримером, пытался понять, как там все это делается, каждый стрим у меня сбивались настройки, и вот в этот раз тоже у меня что-то там сбилось, я пытался настроить ОБС, и я опоздал на первый тур, и только со второго тура начал играть, и тем не менее я выиграл 9 партий из 10 оставшихся, проиграл всего одну партию, Кириллу Алексеенко, сильному гроссмейстеру, и я не буду делиться всеми партиями с вами, друзья, хотя там были некоторые действительно бешеные партии, но две партии мне понравились, запомнились, и две партии я вам сейчас покажу, красивые, классные, интересные, и в одной из них вам точно будет задание, дорогие друзья, может быть, даже в обеих. Итак, давайте начнем с первой, первая партия, я ее играл против Давида Наварры, на самом деле это не первая партия турнира, ее я пропустил, но это был, по-моему, седьмой тур, или восьмой, примерно так, я играю против Давида Наварры, очень сильного гроссмейстера из Чехии, по-моему, он топ-1 Чехии, и партия начинается ходами Д4, КНФ6, С4 и С5, друзья, излюбленная мною защита Бинони на доске разыграна, Д5, Е6, КНЦ3, ЕД, СД, Д6, Е4, Ж6, Ф4, это все дебютный вариант, и, конечно, ход Ф4, это один из самых основных, самых опасных вариантов для черных. Слон Ж7, слон В5, ну, здесь базовая теория, друзья, что нельзя закрываться черным ничем, кроме коня с Ф6, что нужно знать для новичков, потому что, если закрыться любой другой фигурой, то последует Е5, и просто на доске будет разгром, у черных ужаснейшая позиция. Поэтому КНФ7, далее сыграно А4, ну, в чем идея, КНФ7 мы открыли слона, то есть теперь ход Е5 не работает, можно съесть ДЕ, и слон с Ж7 работает. И дальше черные хотят пойти А6, Б5, поэтому вот в недавнем моем матче против Артема Ускова он не пошел А4, и после А6, Б5 я захватил инициативу и партию выиграл. Но здесь было сыграно А4, то есть на ход А6 теперь белый слон просто отступает назад, и черные уже не могут провести Б5, потому что пешка А мешает это сделать. Рокировка сделана, КНФ3, КНФ6, идет на поле Б4, рокировка, КНФ4, и здесь основной ход за белых это ход ЛДЕ1, к чему я и был готов в основном. Все так играют, сильные игроки, ЛДЕ1, А6, дальше теория, слон уходит на Ф1, вот в этом идее еще хода ЛДЕ1, чтобы освободить поле для слона. ЛДЕ8, А3, полезный ход, чтобы слон где-то не вышел на Ж4, и Ф5. Такая идея подрыва пешек, у белых очень сильный центр, и нужно его раздробить, нужно разбить вот эти три пешки связанные, чтобы остались либо ДЕ и Ф пешки, ну либо после Е5, ДЕ там жертва пешки, тоже интересный вариант, но у черных порядок. Но в партии так не было, друзья, в партии ЛДЕ1 не пошли, и вот Давид Навара, известный теоретик, обратите внимание, кстати, на тот момент у него рейтинг был выше, чем мой на 100 пунктов, очень-очень сильный игрок, естественно, он играет Ф5. Вот, к этому ходу жизнь меня не готовила, я не помнил точно, что делать, на самом деле я изучал вот эти вот ранние Ф5, ранние Е5, ко всему этому я был готов, но просто подзабыл на тот момент теорию, все варианты помнить очень сложно, и здесь я сыграл А6, это ход правильный, слон БД7, слон БД7, кстати, вот вам оценка позиции тоже, кому нужно. И после этого белые сыграли слон Ж5, и тут я помнил, что отступать ферзем плохо, потому что будет Ф6, и моему слону придется отступать назад, то есть ферзь С7, например, Ф6, и позиция тяжелая. И я помнил, что нужно закрыться от слона, и потом побить ЖФ, выглядит это немножко уродливо, но это правильная теория. Но я неправильно закрылся, друзья, правильный ход здесь был Ф6, и после хода слона Ф4 играть ЖФ. Вот, и тут получается месиво, после слона Д6, слон Е8, слон БЦ5, кажется, что коню тут ходить некуда, но здесь есть ход ФЕ, и если белые здесь бьют, то мы тут бьем, и в общем позиция в итоге на самом деле нормальная получается, потому что тут еще всякие шахи есть, ферзь Б6 потом, и у черных нормальная игра совершенно. Но в партии я это забыл, перепутал, и пошел слон Ф6, и это ход не очень удачный. Теперь у белых есть перевес, но дальше, если черные играют точно, то они в принципе не проигрывают сразу. Навара пошел ферзь Д2, я пошел ЖФ, вот я помнил, что надо закрыться и бить ЖФ, да, но здесь я закрылся не тем. ЖФ, ладья Е1 сыграно, слон БЦ5, конь БЦ5 и ферзь Ф6. Здесь я укрепляюсь, пешка у меня, ну вот это вот лишняя, если можно это считать здоровой пешкой, и я укрепляюсь, стараюсь просто мат пока не получить. Е5, очень жарко играет чешский гроссмейстер. ДЕ, конь Е4, тактика, да, мелкая, нельзя бить, потому что ферзь висит, и здесь я ошибся, нужно было сохранять ферзя где-то либо ферзь Д8, либо ферзь Ж6, но ферзь Д8, наверное, самая точная, но если честно, ферзь Д8 я бы, наверное, никогда не сыграл в этой позиции, выглядит как-то пассивно. Я пошел ферзь Б6, и ход оказался не очень удачный, потому что еще под А5 попадаем. А5 сильный тычок, и после ферзь Ж6 позиция не очень хорошая, но белым нужно было найти очень точный ход для большого перевеса. Видите, здесь вот эта шкала оценки просто крышу пробивает, но нужно было найти просто неподъемный, на мой взгляд, ход конь Ф3. В этой позиции очень сложно сделать ход назад для белых, и после ФЕ конь Е5. И где-то как бы вилка, но тут еще как бы где-то может ферзь Д6, ну там ферзь Ж5, наверное, сильная атака, то есть компьютер пишет там ферзь Ж7 надо ходить, и после конь Д7 позиция плохая. Но все-таки это тяжело было найти, и Давид Навара сделал более человеческий ход, конь ВЦ5. И кажется, что проблемы, потому что слон висит, конь на Б4 висит, ну все висит, у черных позиция кошмарная. Но мы боремся до конца, друзья, и вот за что мы любим защиту Бинони, так это за шансы обострить игру, шансы на победу даже против самых топчиков мирового уровня. Сами подумайте, друзья, если бы я сыграл условно принятый ферзевый гамбит, или даже отказанный ферзевый гамбит, получилась бы такая бешеная позиция. Были ли у меня шансы победить в партии? Конечно же, нет. Скорее всего, я бы старался играть аккуратно, на ничью, и где-то либо меня бы передавили ближе к эндшпилю, либо я бы удержал ничью и был бы молодцом. Ну, либо флаг срубил. Но это 3 плюс 1, тут флаг не срубить. Но здесь, друзья, острота, хаос на шахматной доске. Получается классная игра. Я пошел слон Б5. То есть идея в том, что я атакую ладью, и на ход ферзь Б4 где-то ферзь Ж5 есть ход, то есть пока не проигрываю. Соперник играет ладья Ф3. С идеей где-то ладья Ж3 и просто выиграть у меня ферзя. Я играю Ф4, перекрываю защиту ферзя на коня, и где-то ладью на Ж3 не пустил. И тут Давид Навара играет ладья Е5. Вот этот ход не очень точный, потому что где-то у меня появляется вилка Ф6. Хотя Навара думал, что он просто ладью уберет, как он и сделал. И на взятие коня ферзь Б4. В принципе, так оно и было в партии. Но здесь все-таки есть проблемы у белых, потому что внезапно падает пешка Д5. И хоть мои пешки все и слабые, но у меня-то лишняя. У меня-то больше на одну. Поэтому все-таки игра сохраняется, друзья. И на самом деле уже компьютер говорит, что у черных перевес. То есть черные отбились, атаки на короля больше нет. А фигуры у черных, в принципе, довольно-таки активные. У белых где-то может быть открытый король. Слон сильный на Б5. И пешки рыхлые. Но на момент в партии я, честно сказать, даже не думал, есть ли у меня перевес или нет. У меня не было особо времени оценивать. Я просто играл на инстинктах в основном. Но у черных уже все нормально. Уже все в порядке. Навара пошел ладья Е1, потому что где-то первый ряд уже начинал свистеть. Я играю ладья Ц8, нападаю на коня. Он играет конь Е6. Вилку ставит на ладью и на пешку. Но это оказалось ошибкой, потому что после ладья Е8, конь бит Ф4. В этой позиции, друзья, черные побеждают. Поставьте видео на паузу. Поищите выигрыш за черных. Обязательно вы его найдете. Я в вас верю. Давайте. Пауза. Тайм-аут. Итак, дорогие друзья, молодцы, кто нашел выигрыш за черных. Красавчики. А кто не нашел, бывает. Давайте с вами просто насладимся этой комбинацией. На самом деле не самая сложная тактика, но в условиях трех минутки нужно ее вовремя заметить. У нас висит ферзь. То есть, очень логично подумать, либо ферзем уйти куда-то, либо съесть ладью на Е1. Ну, ладью на Е1 бить нам ничего не помогает, потому что ее защищает ферзь. И мы тогда приходим к мысли. Возможно, можно отвлечь белого ферзя. И я играю ферзь С5 шаг, дорогие друзья. Отвлечение. Ферзь обязан бить, иначе я его съем. И когда он бьет, мы играем ладья бьет Е1. Король обязан уходить. Король Ф2. И тут важно не съесть сразу ферзя, потому что у нас съедят ладью, а сделать промежуточный ход. Ладья Е1. Слон защищает с поля Б5. Король обязан уходить. Он еще и уходит сюда. И еще и ладьи меняются с шахом. Король бьет, ну или пешка. И только после этого ладья Ц5. Забираем ферзя. Ну и чешский гроссмейстер признал свое поражение в этот момент. Друзья, было очень классно победить. По-моему, кстати, это был даже девятый тур. И вот я иду там 80... Нет, 80... Короче, 79 получается, потому что первый тур я пропустил. Вот. И дальше впереди предстоят две партии. Я думаю, как классно будет их выиграть. После такой победы я чувствую, что я явно на коне, друзья. Я явно в форме. И следующая партия. Десятый тур я, по-моему, выиграл без проблем. И потом одиннадцатый тур я играю против легенды, друзья, российских шахмат Рудика Макаряна. Все Рудика, я думаю, знают. Ну или большинство людей знает Рудика. Кто не знает, по-моему, Рудик чемпион мира сейчас до... 20, да, лет вроде. В своем возрасте, по-моему, до 20 лет в классику. И у Рудика там рейтинг 2540. Фиде, то есть он, ну, считайте, уже гроссмейстерский. Гроссмейстерский уровень демонстрирует уже давно. Ну вот эта партия. Мы играем с Рудиком. Последний тур, как видите, у Рудика рейтинг 2960. 2860, абсолютно запредельный. И в этой партии, ну, дебют Берда, это, конечно, классно. Но я решил сыграть что-то более сдержанное. Кстати, тут рейтинг чуть-чуть плохо видно, но у меня 2860, друзья, если что. Итак, я играю Е4. Против Рудика дебют Берда было бы опасно играть. А вот Е4 нормально. Он играет С5, и я играю С3, друзья. Система Алапина против социлянской защиты. Д5 на доске, ЕД, конь Ф6. Вот такой гамбит существует. Здесь есть и слон В5, ход интересный. Главная, по-моему, теория. Но я просто пошел Д4, по центру ударил. Конь Д5, конь Ф3, Е6, слон Д3, слон Е7, рокировка, СД, СД, рокировка, конь С3, конь С6. Ну и мы переходим в какие-то позиции из Каракана. Ладья Е1 я пошел. Где-то из Немцовича такое может получаться. Ну, тут у черных идея просто развиться. Вообще, стратегически говоря, у черных позиция лучше, потому что у них нет слабостей, а у белых одна слабость. Это пешка на Д4. Но есть и свои минусы, например, слон на С8. Вот был бы у черных слон на Ж4, у черных был бы 100% перевес в этой позиции. Но поскольку слон стоит на С8, позиция все еще пока что недоразвитая, черным нужно завершить развитие. И если черные завершат развитие вовремя, то, в принципе, у них проблем нет. Но у белых планы атаки, конечно, друзья. Когда мы играем с изолятором, у белых, ну, по сути, два основных плана. Один план это продвинуть его вперед, избавиться от изолятора, избавиться от слабости. Другой план это атаковать короля, пункт H7, потому что слон стоит здесь. Если бы мой слон стоял на С4, и я где-то бы готовил ход Д5. Это правда. Но при слоне на Д3, конечно, я хочу атаковать короля. Поэтому смотрю туда. Итак, Рудик играет конь БЦ3, БЦ, он помогает мне трансформировать структуру. Теперь у меня нет изолятора, то есть, скорее всего, это не очень было удачно за черных. Он играет Б6, я играю ферзь Е2, он пошел слон Б7. Ну и тут я играю ферзь Е4. Хотя, как выяснилось, ход H4 тоже заслуживал внимания, потому что H4... Вот как раз я вчера был в гостях на канале Раджабов Был Лев, и там мне ребята подсказали, что H4 здесь хороший ход, но с идеей, что на слон H4 будет ферзь Е4, двойной удар на H7 и на H4. А если нет, то все-таки поле G5 где-то появляется у нас, то есть, ход явно полезный. Ну я пошел ферзь Е4 сразу, Рудик играет G6, от мата защищается, ферзь G4, я перевожу ферзя, чтобы он не был под ударом слона на B7. Он играет слон F6, слон H6, слон G7, ну тут я решил не меняться пока, слон G5, ферзь уходит, ферзь H4. И где-то я хочу поставить слона либо на F6, либо на H6, потом коня на G5 и атаковать пункт H7. Рудик понимает это, играет F6, ослабление пешки Е6 и пешки G6, но все-таки не пустил моего слона на F6. Я отступаю слоном на D2, конь Е7 сыграно, ферзь G4 снова давлю на вот эту пешку, Рудик играет конь F5, в принципе, ход логичный, хотя, возможно, стоило уже где-то разгружать позицию и играть Е5. Но сложно сделать ход Е5, потому что тоже потенциально черные соглашаются на слабость после ДЕ, ну там, размен ферзей, ДЕ, ФЕ, у черных будет изолятор. Но все-таки черные хотят где-то и на F3 выбить. То есть после Е5, если менять ферзей, то, например, на ход ДЕ черные могут в промежутке съесть на F3 слоном, испортить пешки и только потом бить ФЕ. И, в принципе, позиция у них приемлемая, ну, примерное равенство. Но, конечно, Е5 сход сложный, его сложно прочувствовать, и Рудик сделал более такой ход гибкий, конь F5. Тогда я играю H4 на атаку, хочу пойти где-то H5, Рудик играет ферзь D7, я играю H5, прорываю уже пункты белые. И ферзь F7 играет Рудик, я пошел HG, HG, ну и тут спокойная ладья Е2. Идея сдвоить ладьи, давить на пункт Е6 потихонечку. Рудик играет ладья Е8, тут я играю ладья Е1, Рудик играет ладья Д8 и ферзь H3. Тут я не был уверен, какой ход лучше всего, но я решил пойти ферзь H3 с идеей пойти G4 и G5. На самом деле, на довольно высоком уровне проходит партия, то есть без особых таких неточностей и ошибок у обоих игроков, кроме, я вот думаю, хода комбью C3. Когда Рудик помог мне структуру улучшить, после этого у него стало просто так стабильно похуже, ну и вот ход Е5 он мог еще сделать, раскрутиться. А теперь позиция, да, тяжелая, и вот ферзь D7, наверное, тоже неточный ход, надо было как-то укрепляться, слон D5, но тоже по-человечески сложно так пойти, везде под C4 попадает. Хотя после слона D5 C4 слон F3, видимо, у черных все хорошо, пешка D слабая. Но в условиях блиц партии 3 плюс 1, конечно, Рудик не сообразил, он пошел ферзь D7, я пошел G4, Рудик увел коня на Е7, и я играю тут ладья бьет Е6. Уже добрались до пешки Е, то есть тут коню особо отходить некуда, потому что если конь уходит на D6, то мы выиграем пешку G. Поэтому конь уходит сюда, защищая пешку G, мы выиграем пешку G. Рудик играет слон D5, ладья спокойно возвращается, слон F7, укрепляя позицию, но по факту теперь у белых идет центр вперед, C4, D5, ладьи поменялись, конь на Е7, конь на H4, давим тут на пункты G6, F5, B5 сыграно, слон B4. И вот этот вот точный ход нужно было найти слон B4, давим на коня на Е7, друзья, коню приходится отходить конь C8, тут я забираю пешку на G6, Bc, ну и тут позиция выиграна в принципе любым ходом, но дорогие друзья, попробуйте угадать ход, который я сделал, эстетически самый тут мне кажется классный, такой прикольный ход, который просто завершает партию сразу. Ну даю вам 10 секунд, давайте друзья, 10 секунд, уже 5 осталось, 4, 3, 2, 1, ну вы могли не на паузу ставить видео, но поехали друзья. Итак, правильный ход за белых в этой позиции, который выигрывает сразу и который я сделал в партии, это конечно же друзья, эстетическая конь F8. Классный ход, который открывает дорогу слону на пункт H7 и ферзю на пункт H7 и конь держит пункт H7 и атакует ферзя, то есть если он забирает здесь моего слона, то я ставлю мат на H7, так и было в партии, кстати, спасибо Рудику, что не сдался. Если он бьет коня на F8, то мат на H7 тоже, потому что слон подкрепляет, ну и просто нет ходов у черных, чтобы этот мат не получить, ну ферзь D6 можно пойти, ну ферзя заберем и партию выиграем потом. Вот такие друзья, итоги титульного вторника, 8 место я занял в нем, по-моему первым стал как всегда Хикару и в топе были очень сильные игроки, все вот эти вот топ 10, кто обычно играет в титульных вторниках, они залезли в топ. Ну а я занял 8 место, я думаю, что неплохой результат, это был лучший, который у меня был, но друзья, на данный момент, то есть на момент записи видео 11 июля. Но опять-таки, сегодня вечером уже новый титульный вторник, приходите смотреть, может быть результат, лучший результат обновится. В любом случае будем надеяться, что когда-нибудь нам покорится титульный вторник, и мы наберем в нем 11 из 11, даже если нас позовут в Zoom, даже если мы обыграем Хикару. Ну а пока, это наш лучший титульный вторник, друзья. Подписывайтесь на канал, болейте за нас в каждый вторник в 18.00 по московскому времени, приходите смотреть стримы, мы будем стараться улучшать наши результаты. Все наши титульные вторники в последнее время спонсируются компанией Central Park Tower, за что ей огромное спасибо, поэтому приходите, друзья, у нас там денежные призы, классная атмосфера, азарт какой-то присутствует, так что приходите, будем всем рады. Спасибо большое за просмотр, друзья, данного видео, ставьте лайк, если вам понравилось, пишите комментарии по поводу партии, по поводу того, удалось ли вам найти лучшие ходы. Кстати, друзья, еще на титульных вторниках мы разыгрываем футболки, поэтому и бейсболки приходите, не, кстати, не на титульных вторниках, на стримах, в общем, на наших матчах чаще всего по пятницам. Так что приходите обязательно, выиграйте свою футболку, бейсболку, вот, в общем, все, друзья, приходите к нам на стримы, ставьте лайки, пишите комментарии, кому все понравилось, и ждем вас, увидимся в следующих видео! И, вот, 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 вот!